Несмотря на то, что прокуратура отказала в плановых проверках надувных батутов, инспекция гостехнадзор все-таки отправилась в Рейд. Его цель составить реестр всех работающих в городе аттракционов, в том числе батутов. Первый на пути инспекции – парк центрального района. Налитие рельефа безопасности, их исправность проверяется. И если стационарные точки парка соответствовали требованиям безопасности, то с передвижными все оказалось не так просто. Надувной батут принадлежал частному предпринимателю и не обслуживался сотрудниками парка. Билеты на него можно было приобрести только за наличные. В то время как для других аттракционов предусмотрена система карточек. Депозит на них зачисляется в кассах парка. До недавнего времени на этом месте находился надувной батут, но совсем недавно его убрали. Вероятнее всего это связано с инцидентом с пострадавшими девочками. Дать какой-либо комментарий о том, кому принадлежал батут и как он эксплуатировался, руководство парка отказалось. Позднее директор парка сообщила нам, что индивидуальный предприниматель решил убрать аттракцион. По мнению экспертов, работал батут с нарушениями, вокруг него отсутствовало ограждение. И это для Барнаула совсем не единичный случай. Сегодня владельцы уличных батутов не обязаны сообщать, где они установили аттракцион, поэтому проверить их получается не всегда. Было бы такое право, мы бы просили, чтобы нам дали такое право, значит, прийти и, значит, его, так сказать, арестовать буквальным образом на какой-то период, пока не будут устранены все вот эти вот, все вот эти моменты. Тогда надо было более действенным. Или штраф сразу выписывать, пока таких моментов, у нас таких прав нет. В ходе рейда инспекция гостехнадзора проверила не только парк, но и одиночные уличные батуты. Все они оказались сдуты, но эксперты все равно нашли нарушения. Так, например, отсутствовало ограждение батута у титов арены, а шпагаты оказались разными по прочности. Но это далеко не все проблемы, которые могут быть обнаружены. Ну, вот, например, отсутствие необходимого количества точек крепления для швартовых элементов батута. Где-то можем, ну, может быть, визуально или ориентировочно определить, что вес вот этих бетонных блоков для крепления, он недостаточен. Где-то, как вот в этом случае, видим, что отсутствует ограждение батута. Все аттракционы города должны быть зарегистрированы до апреля 2022 года, но пока владельцы игнорируют это требование. Тянут до последнего, говорят в инспекции гостехнадзора. К слову, сейчас ее сотрудники могут лишь выписать предупреждение, но оштрафовать собственника не получится. Закон не разрешает. Надеются, что в ближайшее время удастся расширить свои полномочия. Для этого подготовили проект, чтобы внести его для рассмотрения в законодательное собрание региона. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.